Гиперактивный мочевой пузырь. Междисциплинарная проблема. Докладывает профессор Кривобородов Григорий Георгиевич. Кафедра урологии 2-го медицинского института. Так, я не вижу пока докладчика. Ну, пока, да, вот теперь вижу. Пожалуйста, тема очень важная и, кстати говоря, перекликающаяся с нашим предыдущим докладом. Добрый день, Петр Андреевич. Добрый день, уважаемые коллеги. Спасибо вот за предоставленную возможность выступить вот с таким докладом. Ну, я действительно являюсь профессором кафедры урологии и андрологии лечебного факультета, заведующим урологическим отделением Российского национального клинического центра геронтологии. И поэтому мы достаточно активно сейчас общаемся и с врачами-гериаторами, и врачами общей практики. Ну, и действительно очень важно сегодня, чтобы проблемы гиперактивного мочевого пузыря, проблемы гиперактивного мочевого пузыря достаточно хорошо знали врачи разных специальностей. Прежде всего это связано с распространенностью этой ситуации, но и не секрет, что на протяжении уже многих лет в других странах проблемы нарушения акта мочевого спускания, которые можно лечить медикаментозно, нередко этим занимаются как раз врачи общей практики, терапевты, директоры. Ну, вот поэтому сегодня такой доклад, который называется «Гиперактивный мочевой пузырь. Междисциплинарная проблема». Но вначале мы поговорим о том, что же собой представляет гиперактивный мочевой пузырь, что это за нозологическая, если так можно сказать, единица. А потом поговорим, в каком ключе это может являться действительно междисциплинарной проблемой. Ну, и прежде всего я хочу обратить ваше внимание вот на эту ученическую такую схему, слайд. Ну, он очень понятен, на самом деле, для того, чтобы понять проблему гиперактивного мочевого пузыря. Как функционирует мочевой пузырь вместе со сфинкерами, то есть функция нижних мочеводящих путей. Фаза наполнения мочевого пузыря и фаза поражения, то есть мочеиспускания, которая дальше опять будет сменяться фазой наполнения, и так всю жизнь происходит наполнение мочевого пузыря мочевой и опорожения. И вот важно понимать, что фаза опорожения, то есть мочеиспускания, это не более 8 раз в сутки с длительностью мочеиспускания не более 30 секунд. То есть получается, в районе 6-ти, в районе 4 минут в сутки мы опорожняем мочевой пузырь, то есть происходит мочеиспускание, а все остальное время мочевой пузырь не отдыхает. В следствии особого, так скажем, устройства мышечных волокон мочевого пузыря, контроля периферической и центральной нервной системы, происходит процесс накопления мочи в мочевом пузыре. Это очень важный процесс, и если по каким-то причинам происходит определенный сбой, то возникает нередко частая и ургентная, срочная мочеиспускания. Потому что получается, что одна из основных функций мочевого пузыря, это способность поддерживать низкое давление в просвете мочевого пузыря, несмотря на увеличение его объема вследствие поступления мочи, ну естественно из почек, из верхних мочеводящих пузырей. И вот если эта функция называется адаптационная способность мочевого пузыря, или по-другому еще и называется compliance мочевого пузыря, вот если способность почевого пузыря поддерживать низкое давление в своем просвете, во время пазы накопления мочи в мочевом пузыре теряется, то возникают нередко выраженные сильные позывы как-то мочеиспускания, которые очень трудно сдержать, и мы это называем ургентностью. Ну и соответственно эта ургентность нередко сопровождается ургентным недержанием мочи, то есть недержанием мочи вследствие выраженного сильного позыва от мочеиспускания и соответственно частым мочеиспусканием в течение дня и ночи. Вот терминологии определения гиперактивного мочевого пузыря не очень важны, и они достаточно серьезные. Обратите внимание, гиперактивный мочевой пузырь определяется как клинический синдром, то есть сегодня это еще не нозологическая единица, вы не найдете в классификации, в международной классификации болезни 10-го пересмотра это определение, хотя уже в новой классификации, в 11-й классификации МКБ, есть уже определение гиперактивного мочевого пузыря, есть код. Так вот, гиперактивный мочевой пузырь это клинический синдром, включающий прежде всего ургентность, который мы определяем как ощущение внезапного непреодолимого позыва, как то мочеиспускание, которое трудно отменить, трудно сдержать. Нередко ургентность заканчивается ургентным недержанием мочи, то есть мужчина или женщина, пациент любого возраста не дошел до туалета вовремя. Ну и обычно это сочетается с частым мочеиспусканием в течение дня и ночи. Вот любое мочеиспускание в период от, так скажем, времени, когда человек пошел уже спать, то есть лег в постель до просыпания, будет называться ноктурией. И критериями вот этого клинического синдрома гиперактивного мочевого пузыря является не менее двух эпизодов ургентности или ургентного недержания мочи в течение суток и, как правило, боли в массе мочеиспускания в течение суток. Очень важно понимать, что гиперактивный мочевой пузырь является диагнозом исключения. Мы всегда должны исключить, прежде всего, воспалительные заболевания, какие-то обменные, гормональные нарушения опухоли мочевого пузыря, камни мочевого пузыря, то есть те заболевания, которые могут вызывать схожие симптомы, то есть симптомы учащенного ургентного мочеиспускания. Когда мы исключаем эти заболевания, то тогда мы говорим, что это у пациента имеет место гиперактивный мочевой пузырь. Такое особое состояние, которое возникает по различным причинам, и зачастую мы эту причину не знаем. Вообще гиперактивный мочевой пузырь, о гиперактивном мочевом пузыре начали более-менее осознанно говорить практически совсем недавно, это где-то 20 лет назад. И начали об этом говорить, когда практику, урологическую практику, практику обследования мужчин и женщин с различными формами нарушения акта мочеиспускания было внедрено так называемое уродинамическое исследование. И вот результаты уродинамического исследования показаны здесь на слайдах. В чем оно заключается? Мы катеризируем мочевой пузырь и через катетер наполняем мочевой пузырь физиологическим раствором и фиксируем давление. И вот оказалось, что у многих пациентов, которые имеют такие необъяснимые ситуации с нарушением акта мочеиспускания в виде ургентного мочеиспускания, ургентного недержания мочи, частого мочеиспускания, имеет место непроизвольное сокращение детрузера. Вот обратите внимание, вот наполняемый мочевой пузырь, вот кривая детрузерного давления, при наполнении с порядка 80 мл возникает резкое повышение детрузерного давления, более 70 амплитудой, более 70 сантиметров водного столба. Позыв настолько выраженный в катту мочеиспускания, что пациент не может его сдерживать и возникает мочеиспускание. Вот кривая урофлоуметрия, то есть кривая потока мочи. Давление снижается, дальше наполняемый мочевой пузырь, опять подъем давления, опять ургентное недержание лочи. Вот это уродинамическая характеристика гиперактивного мочевого пузыря, и урологи нередко выполняют это исследование, чтобы подтвердить гиперактивный мочевой пузырь. Но в большинстве случаев этого не требуется. Какие формы гиперактивного мочевого пузыря существуют, или варианты гиперактивного мочевого пузыря? Выделяют так называемые нейрогенные формы гиперактивного мочевого пузыря, которые встречаются очень часто, практически в 80% больных, с различными синдромами паркинсонизма, включая гиопатический паркинсонизм, паркинсонизм плюс и другие формы. Нередко имеет место у пациентов после нарушения мозгового кровообращения, у больных с рассеянным склерозом, когда имеют место поражение серого вещества головного мозга, проявление ургентной, частое мочеспускание, ургентной формы гиперактивного мочевого пузыря. И тогда мы говорим, что если у больного есть клиника и неврологическое заболевание, которое способно вызвать эти симптомы, мы говорим о нейрогенном гиперактивном мочевом пузыре. В общей структуре гиперактивного мочевого пузыря это примерно 20-25%. Чаще имеет место так называемая идиопатическая форма гиперактивного мочевого пузыря, когда мы четко не можем определить причины, хотя вы прекрасно понимаете, что есть сегодня очень много теорий, которые пытаются объяснить гиперактивный патогенез развития, причины развития гиперактивного мочевого пузыря, но до конца изученной такой стройной теории не существует. Ну и теперь мы поговорим о актуальности проблемы, почему мы сегодня говорим о гиперактивном мочевом пузыре. Обратите внимание, исследование 2006 года, распространенность гиперактивного мочевого пузыря, в популяции 19165 мужчин и женщин были исследованы, то есть достаточно репрезентативное исследование включало 5 стран Европейского Союза. Оказалось, что симптомы гиперактивного мочевого пузыря имеют место практически у 11% мужчин и у 12-13% женщин. Сегодня популяция мужчин и женщин с гиперактивным мочевым пузыря оценивается примерно 546 миллионов во всем мире. Ну вот, наверное, для врачей общей практики, для терапевтов, гириаторов, неврологов будет очень интересно обратить внимание на этот слайд. 90-е годы прошлого столетия, когда только начали изучать проблему гиперактивного мочевого пузыря, как часто встречается гиперактивный мочевой пузырь, было показано в структуре вообще всех заболеваний. Наиболее распространенная нозологическая единица, это хронический синуситов Соединенных Штатов Америки в 90-х годах, это 37 миллионов человек, артриты 33 миллиона, сердечно-сосудистые заболевания, исключая, естественно, артериальную гипертензию, 21 миллион, гиперактивный мочевой пузырь, 17 миллионов жителей Соединенных Штатов Америки, то есть популяция примерно 300-350 миллионов, точно не могу сказать, имеют гиперактивный мочевой пузырь, и гиперактивный мочевой пузырь во многом опережает такие хорошо известные заболевания, как болезнь Альцгеймера, сахарный диабет, остеопороз и бронхиальную астму. То есть распространенность, она, в общем-то, достаточно высока. Поэтому мы сегодня, урологи, конечно, с этой проблемой сами справиться не могут. И в тех случаях, когда врачи общей практики могут назначать медикаментозное лечение, они должны сегодня это делать, и дальше мы об этом поговорим. Выделяем две формы гиперактивного мочевого пузыря, так называемый сухой, когда есть ургентность и частое мочеиспускание, но нет еще ургентного недержания мочи, это примерно 60% популяции, и примерно 40% больных, которые обращаются к нам на прием, они уже имеют так называемый мокрый гиперактивный мочевой пузырь. Это что значит? Это значит, что они уже имеют ургентное недержание мочи. Эпидемиологические исследования, наблюдения за пациентами в течение 10 лет показывают, что гиперактивный мочевой пузырь является хроническим состоянием с неуклонным ростом к утяжелению клинической картинки. То есть те многие пациенты, которые имеют сухой гиперактивный мочевой пузырь, то есть имеют ургентность без ургентного недержания мочи, имеют со временем высокий риск получить ургентное недержание мочи, ну и соответственно значимое снижение качества жизни. Прогнозы какие? Ну это возрастные тенденции будущего населения мира. Сегодня мы знаем, что популяция пожилых старше 80 лет, это наиболее растущая популяция. С каждым годом число пожилых пациентов увеличивается во многих странах мира. Ну и тенденция увеличения частоты встречаемости гиперактивного мочевого пузыря у пациентов старше 60-70 лет тоже имеет место быть. Сегодня мы получаем все больше и больше пациентов пожилого возраста, но которые на самом деле имеют хорошую форму и физическую, и которые являются социально активны, и к сожалению они нередко имеют гиперактивный мочевой пузырь. Если мы говорим еще о мужчинах, надо понять, что у мужчин старше 50-60 лет примерно в 30-50% случаев имеет место доброкачественная гиперактивная предстательная железа, и на ранних стадиях доброкачественной гиперактивной предстательной железы клинические проявления нередко как раз заключаются в ургентном учащенном мочеиспускании, и в ургентном надержании мочи, как реакция мочевого пузыря на преодоление инфра-визикальной обструкции, вызванной доброкачественной гиперактивной предстательной железы. Раньше мы считали, что гиперактивный мочевой пузырь не является смертельно опасным заболеванием, но хорошо известно, что гиперактивный мочевой пузырь снижает все сферы нашей жизни, начиная с социальной активности, заканчивая сексом, у таких пациентов нередко формируется чувство вины, депрессии, потеря чувства собственного достоинства, нередко они вынуждены менять работу, находить какие-то специальные условия существования, чтобы можно было вовремя менять прокладки, поскольку они привязаны зачастую к туалету, это значимо снижает их качество жизни. И действительно, вот такая фраза, она имеет право на то, чтобы об этом задуматься. Гиперактивный мочевой пузырь действительно не смертельное заболевание, но это заболевание, которое во многом пройдет у пациента жизнь. Где-то в 90-е годы, опять же, прошлого столетия в Соединенных Штатах Америки, а это та страна, которая любит считать деньги, были проведены исследования, не оказалось, что на лечение мужчин и женщин с недержанием мочи в Соединенных Штатах Америки тратится больше денежных средств, чем на всю кардиохирургия. Кардиохирургия в Соединенных Штатах Америки была развита в конце прошлого столетия. Если мы сегодня говорим о гиперактивном мочевом пузыре, абургентном недержании мочи, то сегодня мы получили новые данные, которые говорят о том, что у пациентов пожилого возраста нередко действительно это то состояние, которое может закончиться смертельными осложнениями. Вот это типичная картина пожилого мужчин и женщина. У мужчины доброкачественной гиперплазии, представительной железы, у него ургентное недержание мочи, у женщины тоже может быть ургентное недержание мочи. Вот они ночью встают, с кровати пытаются добраться до туалета, имея ургентный выраженный сильный пазыл, они пытаются быстро дойти до туалетной комнаты. Почему? Бояться остаться мокрым, потерять мочу. Нередко они падают, и мы прекрасно знаем, что сегодня уже статистически четко показано, что наличие ургентного недержания мочи у пожилых во многом позволяет спрогнозировать десятилетнюю смертность мужчин и женщин, потому что падение, перелом бедра, бедра, максимального отдела бедра, которые нередко требуют выполнения достаточно тяжелой оперативной вмешательств. И мы знаем осложнение этих переломов и осложнение оперативной вмешательств. Это тромбоэмболия, легочная артерия и другие тромбоэмболические осложнения. Как сегодня мы с вами можем помочь этой категории пациентов, которые имеют дитерактивный мочевой пузырь? Как необходимо диагностировать гиперактивный мочевой пузырь? Я уже сказал вначале, что гиперактивный мочевой пузырь – это диагноз и исключение. Всем пациентам, которые предъявляют жалобы на ургентное частое мочеиспускание, прежде всего мы просим заполнить так называемый дневник мочеиспускания. Очень простой метод отследования, который требует лишь только лист бумаги, карандаш и мерный сосуд. Мы просим пациента на протяжении трех суток фиксировать каждое мочеиспускание, если удается собрать мочу, фиксировать объем выделенной мочи, также попутно пациент фиксирует эпизоды ургентности, эпизоды ургентного недержания мочи. Двукратное микроскопическое исследование осадка мочи, либо анализ при помощи гипстика для исключения инфекции мочеводящих путей, которые тоже могут вызвать естественно частое ургентное мочеиспускание. Ну и конечно ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением объема мочи. Можно также выполнить УЗИ почек. Ультразвуковой аппарат сегодня есть в каждой поликлинике, в каждом амбулатории. Для чего выполняем ультразвуковое исследование? Мы выполняем ультразвуковое исследование для исключения таких заболеваний, как камень мочевого пузыря, опухоль мочевого пузыря, которые также могут вызывать ургентные частые мочеспускания. Попутно также определяем объем остаточной мочи, поскольку частое мочеспускание может быть обусловлено еще снижением емкости мочевого пузыря вследствие туберкулеза мочевого пузыря, интерстициального цистита, шестозоматоза мочевого пузыря. То есть диагностика очень простая. Если нет инфекции, камня мочевого пузыря, опухоли, емкость мочевого пузыря достаточная. У пациента имеет место вот такой примерно дневник мочеиспусканий, то есть более 8 мочеиспусканий в сутки, более 2 эпизодов ургентности, значит у пациента имеет место гиперактивный мочевой пузырь и нам не очень важно чем это вызвано, а важно пациенту вовремя, грамотно помочь улучшить его качество жизни. Вот пример очень тяжелой формы гиперактивного мочевого пузыря, 30 мочииспусканий в сутки, порядка 10 мочииспусканий в течение ночи, 4 эпизода ургентного недержания мочи, то есть качество жизни ужасное. Пациент каждый, чаще чем каждый час посещает туалет. Это очень-очень конечно нарушает качество жизни. Ну и вот ультразвуковое исследование, достаточно простое ультразвуковое исследование мочевого пузыря для определения отсутствия, для определения объема остаточной мочи, исключения камней и опухолей мочевого пузыря. Как лечим гиперактивные мочевые пузыри? Ну здесь вот алгоритм лечения гиперактивного мочевого пузыря согласно всем рекомендациям урологических сообществ, в частности европейской, российской рекомендации. Но я хочу обратить ваше внимание, что основным вариантом лечения гиперактивного мочевого пузыря является медикаментозная терапия. То есть первым и основным вариантом лечения является назначение медикаментозных средств, которые позволяют увеличить накопительную адаптационную способность мочевого пузыря. Очень важно понимать, что гиперактивный мочевой пузырь является хроническим заболеванием. В настоящее время не существует патогенетически обоснованных вариантов лечения гиперактивного мочевого пузыря. Так же, как и при артериальной гипертензии, лечение должно быть ежедневным, постоянным, длительным, возможно на протяжении длительного периода времени, возможно на протяжении всей жизни. Какие группы лекарственных средств сегодня используются для увеличения адаптационной способности детруза при гиперактивном мочевом пузыре? Исторически мы всегда использовали препараты холинолитики, которые блокируют передачу ацетилхолин, они являются блокаторами постсинаптических холинорецепторов и накоплен достаточно большой опыт использования этих препаратов. И буквально последние 3-4 года появился препарат, который действует на симпатический отдел вегетативной нервной системы, а именно агонист бета-3 адренорецепторов мочевого пузыря. Сегодня вот эта ведущая терапия, медикаментозная терапия. Вот здесь представлены препараты, которые можно приобрести и они находятся в нашей аптечной сети. Это и холинолитики, и единственный препарат, я говорю, агонист бета-3 рецепторы, препарат Миробидрон. Надо понимать, что у больных, которые имеют и диапатическую форму гиперактивного мочевого пузыря, и у больных с нейрогенной формой гиперактивного мочевого пузыря, есть определенные отличия в лечении. Чаще всего с нейрогенной формой гиперактивного мочевого пузыря требуются более высокие дозы холинолитиков. К сожалению, бета-3 агонистов препарат Миробидрон официально не одобрен сегодня для лечения больных с нейрогенной формой гиперактивного мочевого пузыря. Поэтому каждый раз, когда мы выбираем тот или иной препарат, мы должны понимать, что лечение должно быть эффективным, безопасным. И нередко мы даже комбинируем, хотя это официально нет таких убедительных данных, тем не менее, нередко мы рекомендуем холинолитики вместе с Миробидроном. Ну и теперь давайте разберем каждый препарат, эти препараты как бы по отдельности группы препаратов. Холинолитики, эти препараты, которые мы используем длительный период времени уже, накоплен достаточный опыт, эффективность достаточно высокая, но, к сожалению, многие пациенты прекращают лечение холинолитиками даже не по причине недостаточного эффекта, а по причине именно побочных эффектов. Потому что наиболее частым побочным эффектом является сухость во рту и вообще побочные эффекты имеют место практически у 30-50% больных, которые получают лечение холинолитиками, вот это ургентного, чащенного мочеиспускания. Нарушение моторики желудочно-кишечного тракта, холинолитики противопоказаны при глаукоме, ну, возможно, сухость кожных покровов. Но и в последние годы мы все больше и больше уделяем внимание, кстати, раньше мы об этом не говорили, влияние холинолитиков на когнитивные функции, потому что многие холинолитики проникают через гематоэнцефалический барьер, они действуют на М-холинорецепторы головного мозга, и, к сожалению, они действительно повышают риск значимых когнитивных нарушений, и это очень важно, конечно, для пожилых пациентов. Поэтому сегодня, каждый раз, когда мы назначаем холинолитики, мы должны оценивать когнитивную функцию пациента, ну и поскольку это лечение длительное, то в ходе лечения тоже очень важно контролировать когнитивные функции больных. Еще один очень важный момент, если мы выбираем холинолитик для лечения гиперактивного мочевого пузыря, в частности, вот ургентного мочеиспускания и ургентности, это полипрагмазия. Вот, обратите внимание, наши авторы, наши коллеги из Франции, они исследовали 1276 пациентов с гиперактивным мочевым пузырем, и оказалось, что только у 12% больных не было сопутствующих заболеваний. И многие пациенты имели достаточно хронически тяжелые заболевания, которые требовали приема, постоянного приема каких-то лекарственных средств, которые нередко обладают тоже антихолинергической нагрузкой. Поэтому сегодня, каждый раз, когда мы назначаем холинолитик, особенно пожилым пациентам, мы должны использовать так называемый калькулятор антихолинергической нагрузки. Он есть на сайте Минздрава, где мы можем определить антихолинергическую нагрузку в любых препаратах и того препарата холинолитика, которого мы выбираем, и таким образом определить суммарный балл антихолинергической нагрузки. Также в последние годы появились публикации, они пока малочислены, но тем не менее активно обсуждается вопрос потенциальной опасности развития деменции при длительном использовании холинолитиков по поводу лечения ургентного и учащенного мочеиспускания. И вот одно из исследований, которое касалось больных с сахарным диабетом, нередко на фоне сахарного диабета, особенно на ранних стадиях, имеет место нарушение адаптационной способности детрузора. И пациент имеет, опять же, ургентное учащенное мочеиспускание. Мы их тоже относим к нейрогенной форме гиперактивного мочевого пузыря. Вы знаете, что сахарный диабет это эпидемия 21 века, так же как инсульт, поэтому с каждым годом увеличивается количество больных с нейрогенной формы гиперактивного мочевого пузыря. И вот это исследование показывает, что длительный прием всех холинолитиков действительно повышает риск развития деменции. Но какие-то препараты в меньшей степени, какие-то препараты в большей степени, соли финансовые в меньшей степени вызывают риск развития деменции. Предыдущий докладчик и вот вместе с Павлом Андреевичем они активно обсуждали вопросы ковида. Это действительно очень важно и тоже об этом необходимо упомянуть, что нарушение памяти и когнитивной функции нередко встречается у пациентов больных, которые имеют вирусную инфекцию COVID-19. Поэтому назначение холинолитика у этих пациентов тоже должно происходить с учетом влияния на когнитивную функцию. Как оценивать когнитивную функцию? Терапевты, неврологи это знают очень хорошо. Наиболее распространенный, который хорошо себе зарекомендовал, является опросник мини-кок, рекомендуемый различными нейрологическими сообществами, когда мы просим нарисовать циферблат пациента и просим его повторить три ранее произнесенных для запоминания слова. Но если мы говорим о холинолитиках, то важно понимать, что есть те препараты, то есть есть единственный препарат, который не проникает через гемотенцифалический барьер. Этот препарат был специально изобретен для лечения как раз нейрогенной формы гетерактивного мочевого пузыря, в частности у больных с повреждением позвоночника. Этим препаратом является троспиохлорид, потому что все холинолитики делятся на два класса. Это третичные амины и четвертичные. Препарат троспиохлорид является четвертичным амином, он не проникает через гемотенцифалический барьер, он выделяется в неизмененном виде. И за счет того, что он не проникает через гемотенцифалический барьер, у него нет осложнений со стороны центральной нервной системы, он не вызывает когнитивные нарушения. Более того, он является тетруемым препаратом, то есть мы можем увеличивать дозу, добиваясь положительного эффекта. И в случае появления побочных эффектов мы можем манипулировать таким образом, что снижая дозу, пытаемся найти такую дозу препарата, которая имеет максимальную эффективность с точки зрения снижения ургентности частного мочеиспускания и позволяет пациенту принимать препарат с минимальным числом побочным эффектом. Чаще всего это доза 45 мг, хотя есть пациенты, которые имеют хорошие эффекты при использовании дозы 30 мг и в том числе 60 мг, порой даже 90 мг. Ну и буквально несколько слов о препарате Миробигрон. Сегодня Миробигрон, являясь бета-3-агонистом и имея совсем другой механизм действия, в отличие от холинолитики, является хорошей альтернативой в тех случаях, когда пациенты имеют выраженные побочные эффекты, не позволяющие использовать холинолитики для лечения в этой категории больных. Препарат Миробигрона уже имеет достаточно хорошую базу клиническую, касающуюся применения и проведено достаточно много уже рандомизированных клинических исследований. Сегодня он официально рекомендован также для лечения больных гиперактивным мочевым пузырем. Это может быть как в качестве препарата первого выбора, так и в качестве препарата второго выбора, когда холинолитики показали недостаточную эффективность, либо были выражены побочные эффекты. Надо отметить, что препарат хорошо переносится, у него полностью отсутствуют какие-либо побочные эффекты, которые встречаются в прохолинолитиках, но это понятно, препарат совсем другого механизма действия. Он не угнетает, никаким образом не влияет на когнитивную функцию. Единственным противопоказанием для лечения больных гиперактивным мочевым пузырем препаратом Миробигрон, то есть это единственный сегодня бета-3 агонист, который зарегистрировал у нас в стране, вообще в мире всего два, это единственное противопоказание, это неконтролируемые тяжелые формы артериальной гипертензии. Ну вот еще раз хочу обратить ваше внимание на ультразвуковое исследование объема остаточной мочи. Это очень важно всегда выполнять, если мы используем лечение холинолитиками, особенно пожилым пациентам, особенно мужчинам с доброкачественной гиперплазией предстательной железы. Если мы используем холинолитики в течение длительного периода времени, то еще одним побочным эффектом холинолитики является снижение сократительной способности гитрузера. Поэтому если мы используем холинолитики, то объем остаточной мочи следует определять у пациента не реже одного раза каждые полгода. То есть каждые 6 месяцев необходимо использовать вот этот мета-исследователь для определения лукаторной способности мочевого пузыря. Ну как видите, дорогие коллеги, уважаемые коллеги, в принципе проблема гиперактивного мочевого пузыря широко распространенная. Она встречается во всех странах мира и в нашей стране в том числе. Диагностики достаточно проста. Медикаментозное лечение тоже не вызывает никаких трудностей. И сегодня врачи различных специальностей могут медикаментозно эффективно помогать пациентам с гиперактивным мочевым пузырем. В тех случаях, когда медикаментозное лечение неэффективно, этих пациентов следует направлять на консультацию к врачу-урологу. И буквально вот три слайда о тех вариантах лечения, которые мы используем, когда медикаментозная терапия оказалась неэффективной. Ну, прежде всего, это инъекция ботулинического токсина, который мы вводим в стенку мочевого пузыря. Вот видите, косметологи используют, неврологи используют, и урологи уже используют на протяжении последних 10 лет. Это обеспечивает расслабление мочевого пузыря и увеличение адаптационной способности мочевого пузыря. И различные виды нейромодуляции. Это тибиальная нейромодуляция, когда мы стимулируем тонкой иглой тибиальный нерв, в составе которого находятся волокна из третьего сакрального нерва. И так называемая сакральная нейромодуляция, терапевтам и кардиологам это будет очень понятно, Это практически та же система, которая используется при кардиологии. Это такой стимулятор мочевого пузыря, который имеет имплантируемый электрод и батарею, которая располагается под кожей. Она обеспечивает стимуляцию третьего сакрального нерва. Это приводит к увеличению адаптационной способности детрузера. И раз в 5-7 лет батарея меняется. Практически никогда для лечения гиперактивного мочевого пузыря сегодня не используется оперативное вмешательство. Мы их используем лишь только в тех случаях, когда имеет место нейрогенная форма гиперактивного мочевого пузыря. В сочетании с функцией опорожнения это пациенты с повреждением позвоночника. Вот тогда мы используем различные методы деривации мочи для сохранения функции верхних мочеводящих путей. Потому что нередко у этих пациентов вследствие высокого давления в мочевом пузыре имеет место пузырно-мочеточниковый рефлюк с развитием хронического киометрита, сморщивания почки. Пациенты уходят на гемодиализ и, к сожалению, почку пересадить некуда, потому что мочевой пузырь потерял свою адаптационную способность. И это пациенты, которые относятся к категории очень тяжелых больных. Спасибо за внимание. Если есть, даже больше я бы сказал, спасибо за терпение. Если есть какие-то вопросы, то я готов на них ответить. Спасибо. За терпение это ко мне. Все остальные слушали. А я нервничаю. Долго. Ну, немножко переборщили. Значит, может ли постоянный прием диуретиков... Так, куда-то у меня соскочило. Может ли постоянный прием диуретиков... Нет, не может, не может. Хочу обратить как раз внимание, что проблему решает дневник мочеиспускания. Здесь мы пациента просим не только записывать объем выделенной мочи, но и объем потребляемой мочи, объем жидкости, который пациент... Это сегодня действительно большая проблема, потому что к нам очень часто обращаются мужчины и женщины, которые имеют часто мочеиспускания. И вы прекрасно знаете, что сегодня у нас такой тренд, который, наверное, во многом был инициирован компанией, выпускающей воду, Эвиан, и еще такой, то есть потреблять как можно много жидкости. И вот когда к нам приходит такой пациент, и мы просим его заполнить дневник мочеиспускания, и когда оказывается, что он в течение дня выпивает 3-4 литра жидкости, то, естественно, 75% потребляемой жидкости будет выделяться с мочой. То есть у него получается объем выделенной мочи за сутки более 2-3 литров. Соответственно, частота мочеиспускания, емкость мочевого пузыря 250 милитров, то есть он должен помочиться 20 раз, где-то 15-20 раз для того, чтобы эвакуировать всю ту жидкость, которую он потребляет. И он бедный ходит по всем врачам, пытаясь найти специалиста, который поможет его избавить от частого мочеиспускания. На самом деле это просто элементарная проблема потребления много жидкости. Понятно. Так, скажите о месте ингибиторов FDE 5-го типа в лечении гиперреактивного мочевого пузыря. Ингибиторов еще раз. FDE 5-го типа. А, ингибиторы FDE 5-го типа. Вы знаете, ингибиторы FDE 5-го типа сегодня мы используем для лечения симптомов нижних мочеводящих путей у мужчин с доброкачественной гиперплазией предстательной железы. Это очень хороший вопрос. Он такой достаточно емкий. Почему? Потому что исследования, которые были проведены, показали, что эффективность тадалафила в лечении симптомов нижних мочеводящих путей она практически эквивалентна препарату, уроселективному препарату тамсуазин. Но симптомы нижних мочеводящих путей, они включают симптомы накопления, вот о которых мы сегодня говорили. Это ургентность, частое мочеиспускание. И симптомы опорожнения, это затрудненное мочеиспускание, натужность при мочеиспускании, слабая струя мочи. К сожалению, в исследовании четко не показано, на какие симптомы ингибиторы FDE 5-го типа действуют. То есть они улучшают симптомы обструкции, то есть опорожнения, или симптомы накопления мочи в мочевом пузыре. Поэтому сегодня четких данных о использовании ингибиторов FDE 5-го типа для лечения гиперактивного мочевого пузыря этих данных нет. Порой мы их назначаем только для мужчин, которые имеют симптомы нарушения опорожнения мочевого пузыря при доброкачественной гиперплазии в сочетании с эрективной дисфункцией. Вот здесь выбор очень хороший. Какие из назначенных препаратов противопоказаны пожилому больному с ЭБС и гиперактивным мочевым пузырем? Ну вот, возвращаясь к Мерабигрону, надо понимать, что единственное противопоказание для него – это тяжелый, неконтролируемый форма артериальной гипертензии. Но опять же, если мы сегодня говорим о лечении таких пациентов в сообществе больше терапевтов, врачей общей практики, вы прекрасно понимаете, что назначая урологом Мерабигрону, когда уролог назначает Мерабигрону пациенту с сопутствующими заболеваниями, сердечно-сосудистыми проблемами с артериальной гипертензией, он всегда направит этого пациента на консультацию, конечно, терапевту. То есть терапевт сегодня более вооружен знаниями в отношении медикаментозного лечения таких пациентов, как используя как холинолитики, так и Мерабигрон. Какова продолжительность эффекта приведения ботулинического токсина? Я пытался все-таки сказать, не знаю, удалось ли мне это донести или нет, что гиперактивный мочевой пузырь, в частности, ургентное недержание мочи, это самая тяжелая форма недержания мочи. Вылечить ее невозможно. Так же, как артериальная гипертензия, необходимо лечение постоянно. То есть все варианты лечения должны отвечать требования непрерывности. Если это медикаментозное лечение, то можно попробовать сначала курсовое лечение, но, как правило, после отмены препарата симптомы возвращаются обратно. Такая же ситуация с ботулиническим токсином. Средняя продолжительность эффекта у больных с идиопатической формой гиперактивного мочевого пузыря, когда мы используем 100 единиц препарата, 6 месяцев. То есть мы вводим препарат каждые 6-8 месяцев. Но эффективность, как правило, очень хорошая. Пациент практически полностью избавляется от недержания мочи. Эффективность более выражена, если мы сравним с медикаментозной терапией. Если это больные с нейрогенной формой гиперактивного мочевого пузыря, я хотел бы здесь тоже еще оговориться, лучше все-таки этих пациентов всегда направлять на консультацию врачу-урологу. Почему? Потому что нейрогенная форма гиперактивного мочевого пузыря нередко сочетается с функцией опорожнения мочевого пузыря. Допустим, больной рассеянный склероз. Рассеянный склероз, там, 8-10% больных в дебюте, в частности, имеют тургентность рассеянного склероза. То есть он приходит с ургентностью, а на самом деле это первое проявление рассеянного склероза. Нередко бляшки имеют место не только на уровне головного мозга, но и на уровне спинного мозга. Поэтому все-таки здесь медикаментозную терапию лучше проводить после консультации с урологом. Лучше даже с нейроурологом. Здесь мы используем 200 единиц у больных с нейрогенной формой гиперактивного мочевого пузыря. Эффективность значимо лучше, чем мы используем 100 единиц у больных с идиопатической. Это примерно 9-11 месяцев. 9-11 месяцев. Хорошо. Насчет спецгимнастики разговор был. Я не думаю, что стоит это отвечать, потому что мы сейчас полчаса будем про гимнастику. Это долго. К сожалению, да. Я буквально два слова. Имеет место быть, но пациенты все устают от гимнастики, приходят к врачу и просят простой эффективный метод лечения, просят таблетку. Отрезать пузырь. Это мы знаем. Зашить, отрезать. Нет, они просят таблетку. Они просят таблетку, поэтому мы об этом и говорим. А если таблетка не помогает, тогда уже к нам. Значит, смотрите, у меня какой вопрос, вопрос, а точнее даже поправка. У вас было написано «ноктурия». При этом есть еще понятие «никтурия». Значит, вы как-то немножечко, мне кажется, неправильно истолковали понятие «ноктурия», потому что «ноктурия» – это когда человек описался ночью. А «никтурия» – это когда такое определение, другого нет. А «никтурия» – это когда встал ночью пописаться. Павел Андреевич, очень важный момент. Смотрите, какая ситуация. К сожалению, у нас в стране очень вольно интерпретируются различные определения. Но этому определению уже лет сто, наверное. Послушайте, все нарушения акта мочеиспускания четко определены в рекомендациях международного общества по удержанию. Это самое, наверное, старое общество. Оно было создано в 30-х годах прошлого столетия, когда еще не было общества кардиологов. Было только общество хирургов. Почему? Потому что проблема удержания – это огромная проблема. Проблема удержания мочи и кава – это огромная проблема. И вот согласно определениям Международного общества по удержанию мочи, выделяет «ноктурию» и «никтурию». «Никтурия» – это преобладание ночного, обращаю внимание, ночного диуреза на дневный. «Ноктурия» – это любое мочеиспускание в течение периода, когда человек пошел и лег в постель, заснул, и до того периода, когда он уже встал и сказал «я спать не буду». Вот этот период определяется как ночной сон. И если пациент встает в течение этого периода времени, это будет «ноктурия». Ни одного раза не должен встать человек, потому что ночью он должен спать нормально. Соответственно, если есть «ноктурия», то не факт, что есть «никтурия», потому что он может один раз помочиться, и основное количество мочи он выделил в течение дня, а не в течение ночи. Но если есть «никтурия», то всегда есть «ноктурия». Это очень важное понятие, которое мы постоянно обсуждаем с врачами другого. Я, с вашего позволения, еще раз это все проверю, потому что у нас как-то сложилось, что «никтурия» – это все-таки ночное мочеиспускание. Это первое. И второе – один раз за ночь допускается в норме обычную. Ну, допускается. Хорошо. Смотрите, какая. Буквально в том году, просто если вы будете это проверять, это может быть очень хорошо будет, будет публиковать в каком-то журнале, типа там «Терапевтические архивы» и так далее. Коллектив урологических авторов в прошлом году перевел с английского языка на русский язык очередные терминологии функций нижних мочеводящих путей международного общества по удержанию мочи, которые являются основным и непререкаемым авторитетом для всего мира. И они опубликованы на русском языке в журнале «Урология». Можно просто спросить журнал «Урология». Я посмотрю, да. Ну, поскольку я много лет занимаюсь нефрологией, нефрологи с урологами не всегда совпадают, как известно. Вот. Значит, у нас вопрос нектурии трактуется следующим образом. Один раз это нормально, ничего страшного. Если больше одного раза, это, скорее всего, реальная нектурия, которая может характеризовать хроническую болезнь почек. Ну, или там гиперактивный пузырь, пожалуйста. Вот. Ну, я еще раз хочу сказать, что тема эта актуальна. Я думаю, что мы к ней точно будем возвращаться. Мы не случайно вас сюда позвали выступить, потому что есть еще одна тема. Вы сами сейчас ее немножко озвучили, что при постковидном синдроме очень у многих больных возникает недержание мочи. И это является признаком повреждения, я на первом докладе об этом уже, да, Андрей Алексеевич говорил, признаком повреждения нервной системы, а совсем не повреждения мочевого пузыря. И мы это лечим, как и все остальное, с помощью антикоагулянтов. И эти симптомы уходят. Потому что здесь не симптоматично, так же, как кашель, да. Кашель – это симптом болезни. Нарушение функции мочевого пузыря – это симптом болезни. А лечение – оно там наверху. Ну, другой пример, может быть, менее значимый, но тоже, да, понятие железодефицитной анемии, которая характеризуется недержанием мочи при смехе и кашле. Это такой классический признак. Аж с 19 века нас преследует. Тоже лечится, соответственно, железом, а совсем не воздействием на мочевый пузырь. То есть мочевой пузырь – это некий эффектор различных заболеваний, самой разной природы, который требует дифференциальной диагностики на уровне и терапевта в том числе, а может быть, даже в первую очередь на уровне терапевта, а уже потом на уровне уролога. Кому приходят с этими болячками пациенты? Вот это вопрос. Думаю, боюсь даже, что они приходят чаще к урологам, чем к терапевту. Что, на мой взгляд, не очень правильно, но по сути так происходит. Поэтому нам нужно вместе вырабатывать какую-то тактику дальнейшего введения. Тем больше это чаще пожилые больные. Ну и сейчас вот мы с вами, видите, столкнулись с постковидным синдромом. Мы, видимо, его и раньше знали. Только называли по-другому. Синдром хронической усталости, постинфекционный синдром и так далее. Ну вот, придется пересматривать многие наши подходы совместными усилиями. Поэтому спасибо большое за доклад. Про дискуссию мы с вами еще, я думаю, поговорим по терминологии. Хорошо, договорились. Спасибо за предоставленную возможность выступить. Извините, что немножко я вас задержал. Готовы к сотрудничеству. Всего хорошего. Значит...